Всем добрый день! И сегодня мы с вами поговорим о коммуникации. Почему? Потому что коммуникация это тот элемент бизнеса, который на самом деле бизнес-партнер компании Арифлейм использует ежедневно. И сегодня у нас в студии Максим Суботин, директор компании Арифлейм, у которого коммуникация в структуре, как мне кажется, налажена действительно на 100%. Итак, Максим, расскажи, пожалуйста, о себе. Зовут Максим, мне 24 года, в Арифлейм по статусу директор, закрытый. Живу в городе Калуга, бизнес строю, супругой, у нас семейное дело. 24 года. Как давно ты в компании Арифлейм? Я пришел, я был студентом, получается, четвертого курса университета в 21 год. А почему компания Арифлейм? Почему ты выбрал именно это направление? Потому что, конечно, для мужчин в компании Арифлейм не является на 100% первым бизнес-партнером, которому они задумываются. Ну, мне просто повезло, познакомился с людьми, с мужчинами как раз. Для меня теперь уже авторитетными в нашем бизнесе. Кто это был? В данном случае это были, это было дистанционное знакомство формата роликов. Это Эдуард Васильев, это Олег Плешков, ну, какие-то вот такие вот личности. Просто повезло, откнулся. И я просто посмотрел на компанию Арифлейм немножко по другим углам. Вообще, с компанией Арифлейм у меня жизнь связана с самого детства, у меня мама в Арифлейме, много лет развивается. Но я себя в качестве бизнес-партнера не рассматривал никогда, потому что такой более женский подход к делу. Конечно. Вот. А когда познакомился с этими людьми в удаленном формате, мне показалось, что это отличная возможность и хорошо зарабатывать, и быть свободным в плане времени, в плане работы на себя, свободы от найма. Меня это всегда привлекало, хотел что-то свое. И вот решил Эрифлейм рассмотреть и не прогадал. Вот прошло, получается, три года, правильно, как ты в компании? Да. Что тебе изменилось в жизни? Я уже был в бесплатных конференциях от компании. Где был? Летал я в Анталию, получается, два года назад. И квалифицировался в этом году на Таиланд, который... Да, но зато ты получил квалификационный бонус в тысячу долларов. Да, да. Приятно было на карточку получить? Конечно, конечно. Плюс зарплата там вообще вышла очень хорошо. Вот. Был в бесплатных путешествиях. Сейчас я больше нигде не работаю. Когда я пришел в этот бизнес, я не просто был студентом, у меня параллельно еще в найме работал в сфере продаж, в элитной недвижимости. И у меня была мечта вот работать на себя. Собственно, на сегодняшний день эта мечта осуществлена. У меня супруга уволилась с работы. Мы развиваемся только в Эрифлейм. И мне нравится в первую очередь то, что мы своим временем распоряжаемся свободно. Это то, чего я получаю самое, наверное, большое удовольствие сейчас. Тебе 24 года. Если не секрет, сколько сейчас у тебя доход, который комфортно позволил тебе работать на себя, исполнить свои мечты о свободе и о своем бизнесе? Я бы не сказал, что тот доход, который я сейчас получаю для меня... Ну, как первый шаг. ...на 100% комфортно, как первый шаг однозначно. Но сейчас мой директорский доход в среднем в месяц получается порядка 50 тысяч рублей, который позволяет мне посвящать себя бизнесу и постоянному росту. Это однозначно не та планка, ради которой я пришел. И я не собираюсь останавливаться на этом уровне. Конечно, тебе только 24 года. Маловато пока. У тебя впереди еще очень много. Но я вспоминаю себя в 24, и 50 тысяч рублей – это действительно, мне кажется, первый такой хороший доход. Притом не ходя каждый день на работу, не посвящая все свое свободное время и работе. Это то, чего я максимально удовольствие получаю. Сегодня у нас тема коммуникации. Расскажи, пожалуйста, почему ты уделяешь большое внимание и большой фокус в своей работе именно на коммуникацию с партнерами? Я убежден, что бизнес, которым мы занимаемся, это не бизнес работы с продуктом. Это бизнес, в первую очередь, работы с людьми. Бизнес по взращиванию лидеров. И если я не уделяю достаточно времени коммуникации, общению с моими партнерами, возможно, они будут покупать продукцию какое-то время, но при первой же удобной возможности, если где-то они найдут продукт дешевле на 50 рублей, они уйдут к конкуренту. И поэтому, собственно, коммуникация для меня – это вообще фундамент моего бизнеса. Я с партнерами каждый день на связи, я с клиентами каждый день на связи. Пока что я не могу это оставить. Возможно, когда-нибудь, когда я лидеров взращу, которые смогут делать это автономно без моего участия, я смогу немножечко притормозить. Но сейчас это ежедневная часть моей работы в Reflame. Вот ты говоришь про ежедневные действия. А какие инструменты, какие элементы этих действий использует ты и твоя команда каждый день? В основном два способа коммуникации – чаты, переписки и личные звонки. Можно было бы добавить еще личные встречи, но у нас бизнес-система заточена так, что мы работаем по большей части удаленно. Конечно. Ну, честно, если можно решить вопрос в течение пяти минут, не встречаясь лично, кто будет выходить? Я и воспользуюсь. Смотри, ты сказал чаты и звонки. Давай на них остановимся подробнее. Чаты. Честно, в какой-то момент у меня было такое огромное количество чатов, что я просто не успевала получать информацию. Как сделать так, чтобы чаты в твоей структуре, в твоей бизнес-работе действительно исполняли свою роль доставки информации для каждого участника? Почему? Потому что сейчас откроем у Телеграм, у меня, наверное, 260 за эти 5 минут непрочитанных сообщений. Как ты делаешь так, чтобы это работало, а не просто была бесконечная лента информации? Во-первых, если говорить про нашу бизнес-систему, мы стараемся количество чатов, конечно, уменьшать настолько, насколько это возможно, потому что информационных потоков много, и действительно внимание рассеивается. И понятное дело, что кроме чатов, касаемо Reflame, у наших потребителей, у наших партнеров есть много других каких-то личных. Да, у меня еще двадцатка своя. Да, и как бы в общем в рамках бизнес-системы сужаем до минимума возможного. Это первое. Второе, само собой, все равно мы используем чаты, коммуникацию через чаты как, да, это источник доставки сообщения, возможно, для всех, но потом получение этого сообщения, оно контролируется все равно через звонок. То есть они просто закинули и забыли, и решили, что все, раз я закинул сообщение там в пять чатов, значит, они сработали. Если мы говорим про бизнес-партнеров, однозначно нет. То есть это так сто процентов не работает. Есть какая-то продуктовая коммуникация с клиентами, или есть люди, которым удобнее получать информацию в текстовом виде. И, конечно, мы не будем им названивать, если им это не интересно. Я люблю текст. Я не очень люблю аудиосообщение, лучше звонок или текст. Расскажи, сколько у тебя чатов, как ты их сегментируешь? Например, есть ли у тебя чат отдельно для новичков? Есть ли у тебя чат для ключевых партнеров? Чат, я не знаю, с вышестоящим директором? Вот расскажи, какие у тебя есть чаты, как ты их сегментируешь? Чаты для новичков, по командам, ну, учитывая вертикальное построение структуры. Чат общий, как бы общекомандный именно от нашей персональной группы. Чат с вышестоящим директором. По большей части... Сейчас компания, я знаю. Ну, это даже, это само собой разумеющееся. Я это даже учитывать не стал, откуда меня добавили. И, ну, в принципе, все. То есть, ну, чаты с партнерами, чаты с новичками. И есть парочка клиентских еще бесед для людей, которым удобнее вот так информацию получать. И которые просто покупают продукт. Это супер. Почему? Потому что, на самом деле, вот эта сегментация чатов, она очень важна в коммуникации. Ведь те, кто пришел на продукт, им будут неинтересны пока возможности нашего бизнеса. И как раз вот то, что ты рассказал, ты действительно сегментируешь бизнес-возможности и какие-то продуктовые спецпредложения, глубокие скидки для них. Отлично. Давай поговорим про звонки. Почему? Потому что я знаю, что очень многие лидеры боятся звонить, боятся быть неудобными, позвонить в какой-то момент, услышать нет звонки или что-то еще. Как твоя команда работает со звонками? И насколько ты считаешь этот метод эффективным? В рамках, ну, сегодняшних реалий, я считаю, что это один из самых эффективных инструментов. Мне нравится такое разделение, что вот есть, опять же, личная встреча, есть сообщение, есть звонок. Личная встреча не всегда удобна, сообщение не всегда эффективно. Звонок, он находится посередине. Нет, это золотая середина, которой необходимо пользоваться. У меня со звонками проблем уже на момент прихода в бизнес Reflame не возникало, потому что я до этого работал как раз в сфере продаж. Я на телефоне работал. У меня были не прямые продажи лицом к лицу, а конкретно на телефоне. Поэтому я эту культуру внедрить в команду смог легко. У тебя были в команде люди, которые сначала боялись звонков? Были, есть и, наверное, будут. Всегда появляется весь приток новых людей. Как ты работаешь с тем, чтобы этот страх преодолеть и все-таки ориентировать их действительно на такой эффективный инструмент? Первое, самое важное, это личный пример. Если ты не показываешь, не демонстрируешь, как ты сам это делаешь, никто не повторит. Точнее, повторят, тоже делать не будут. Вот, нет смысла с кого-то что-то требовать, если сам не выполняешь. Личный пример. И здесь важно дополнить, что личный пример не такой, что вот ты тихо в уголке у себя дома позвонил, а потом сказал, я вот звонил, а вы звонили или нет. Очень классно. Можно запустить с телефона родственника прямой эфир какой-то. Ну, создать рабочий аккаунт в Инстаграм, допустим. Куда ты нагоняешь своих партнеров и говоришь, я там сегодня в час дня, я сяду звонить. Ты публично звонишь, получается. Да, да. Идет прямой эфир. Ты просто прозваниваешь структуру на громкой связи, показывая. Во-первых, что ты сам это делаешь. А во-вторых, разные бывают ситуации, конечно. Бывают диалоги более позитивные, менее позитивные. И человек, глядя на твой пример, берет для себя полезность, начинает внедрять это в свою работу. Это и отработка возражений, это реагирование на отказы. Когда я звоню, говорят ли мне нет, не звони, не сейчас, конечно, говорят. Ну, не по большей части, но такое бывает. Но когда я это сделал, демонстрируя своим партнерам, что-то произошло, они понимают, что ничего страшного не произошло. Ну, отказали, ладно, я улыбнулся. Если он может, то и я могу. Чем я хуже? Подскажи, пожалуйста, Максим, а как понять, у тебя был эффективный звонок или неэффективный? Как ты оцениваешь, что вот классно эти 20 звонков удались? Или, например, вот что-то сегодня у меня не идет звонить? Раз на раз не приходится. Бывают такие дни, когда я могу сделать 20 звонков, из них будет 3 дозвона, и все 3 скажут мне, не надо, мне сейчас неинтересно, для тебя бывает такое было. Как ты реагируешь на это? Максимально позитивно я понимаю, что я отрабатываю статистику, это то же самое, что в рекрутинге. Если сегодня я звонил по структуре, и людям было некомфортно, неудобно, значит, я скину информацию в текстовом виде, я скажу, я тебе звонил, извини, если отлег, но вот есть для тебя очень полезная информация. Я знаю, что ты любишь какие-то продукты, сейчас на них идет скидка, человек получил сообщение, часто отвечает, да, спасибо, что предупредил, буду в курсе, окей, сделаю заказ. Даже если в течение дня я звонил, и я ни до кого не дозвонился, я также отработал статистику, просто за следующий день мне повезет больше. То есть смотри, ты говоришь сейчас о навыке. Почему? Потому что звонки — это навык, и ты сделал эти 20, и даже если ты до кого не дозвонился, ты все равно этот навык прокачал. То есть это твоя ежедневная активность. Сколько звонков ты делаешь в каталог? В день, могу сказать. Давай. У меня есть личная планка, в день 20 звонков. Не меньше? Не меньше. Супер. Я понимаю, что моя команда, даже мои активные партнеры, которые пока еще не директора по каким-то причинам, они, возможно, сдуплицируют меня хотя бы на 50%, мы уже всю структуру к концу каталога прозвонили. Ну да, а сколько у тебя бизнес-партнеров сейчас? Ну, которые активно развиваются? Да, бизнес строят. Ну, порядка человек 30-35. 30 человек умножаем. Давай, если не сделаю, кстати, 5 звонков. Смотрите, 5 в день. Это 150 звонков в день. И уже статистика работает на твою структуру, потому что невозможно, чтобы из 150 звонков в день все 150 были недозвоны. И вот как раз как работает статистика. 150 звонков в день. Давай примерно брать 20 рабочих дней в каталог. Выходные тоже должны быть. Да, вот сейчас грубо 150 на 20, 300. Просто 3000 звонков. Это дважды информационный лист. Можно позвонить. И, соответственно, работает система пяти касаний. Ты касаешься звонком, касаешься в чате, еще что-то делаешь. Повторно касаешься в чате. Повторно касаешься в чате. Отлично. А расскажи, ты сейчас затронул схему активности. Расскажи график активности на каталог. Как вы успеваете все, чтобы показать результаты? Почему? Потому что я знаю, есть такая проблема, что ты занят очень многими вещами. Например, поскролил Инстаграм. Это важно. Посмотрел, что у кого происходит. Посмотрел какое-то интервью на Ютьюбе. Почитал важную книжку. И, соответственно, потом ты думаешь, надо звонить, но тебе на это времени не остается. Как ты свой график активности по построению бизнеса распределяешь на каталог? Ну, если мы говорим про мое личное расписание. У меня просто есть план на день. В рамках которого я обозначаю, что с 12 до часа я звоню. Я ничем больше не занимаюсь. Я не отвечаю на сообщения партнерам. Я не рекрутирую. Ты фокусируешься только на звонки. Я ничего не смотрю. У меня вот час звонков, я этому себе посвящаю. И я себя ощущаю комфортно. Потом есть чувство выполненной задачи. У меня поднимается мотивация. Я понимаю, что я сегодня не филонил. Когда филонишь, вот увиливаешь от этой обязанности, находишь тысячу одну причину, чтобы не делать. Все больше укореняется в тебе чувство, что ты не можешь этого сделать. Если ты начинаешь, пускай местами не успешно, пускай не очень результативно, но через 5-10 дней результаты будут в любом случае, ты их увидишь в товарообороте. И ты вдохновляешься, и ты можешь вдохновлять, глаза зажигаются. Это похоже на снежный ком, главное начать. Если говорить про график активности на каталог, у нас есть такие системные правила. Это три раза в каталог мы делаем рассылку по всей структуре вообще с интересными предложениями на неделю. В этом плане компания нам постоянно обновляет какие-то классные промоушены, делают всегда, каждую неделю, и что-то новенькое. На чем можно сделать акцент. Вот кроме рассылки, какие еще активности у тебя обязательно запланированы каждый каталог? Звонки. Это понятно. Что еще? Командные планерки еженедельные. Как часто? Каждую неделю? Еженедельные, да. Есть планерки общекомандные, общее подведение итогов, просто понять, какая сейчас картина на сегодняшний день. Размещение заказов активными, размещение заказов клиентами и планерки в рамках вертикального построения, то есть конкретно обозначить, как у нас успехи с рекрутингом. По веточкам получается. Да, если можно так сказать. Да, ветки по группам. Да, по группам. Ключевые партнеры, как успехи с рекрутингом, с выводом новичков на заказы, с прозвонами, кто сколько звонков сделал, насколько они были результативны. Все это обсуждается. У меня вопрос про планерки. Как ты наполняешь их и почему ты уверен, что твои бизнес-партнеры действительно посещают эти планерки, наполняются там мотивацией, энергией, получают важную информацию? Какое-то время назад, может быть год от компании вышел очень крутой мануал. Я не помню, от кого, если честно. Как проводить планерки? Там про вопросы, про открытые, про то, что ты коммуницируешь. Это, по-моему, мы делали на территории. Скорее всего. Да. И вот после той встречи онлайн я понял, что я могу планерки проводить более эффективно. Я задаю больше вопросов, интересуюсь, как у кого успехи. Но эту тему лучше отдельно, конечно, разбирать. Но откуда я знаю, что людям это полезно? Но они хотят. Было бы не полезно. На самом деле, я помню этот тренинг, про который ты говоришь, и я сейчас скажу нашим зрителям одну очень важную вещь. Планерки, они собираются не для того, чтобы вы рассказали, как что-то важно делать, прочитали монолог на 30 минут и разошлись. Планерки, лидер, вот, Максим, исправь меня, если я что-то не так скажу, но планерки лидер проводит, чтобы узнать, как работает команда, чтобы им задать больше вопросов, посмотреть, что получилось, что еще можно улучшить, что еще даст результат. Многие в этот момент, когда задаешь им вопрос, они как раз и задумываются, а может быть, что-то мне стоит скорректировать, потому что в суете, в бытовой, бывает такое, что замыливается взгляд, плюс расфокусировка внимания, потому что кроме Ари Флейм у многих есть какие-то свои задачи, у кого-то даже семья, у кого-то работа. И так точечно можно, в общем, подвести небольшой итог, краткий, хотя бы за неделю, и человек понимает, на что ему направить свое внимание на ближайшие несколько дней. Как он эффективен был эту неделю? Или признать, это тоже часть планерки. Похвалить, да, абсолютно верно. То есть каждую неделю нахожу людей, кого можно за что-то похвалить, он получает свою долю признания, то, чего многие не получают в жизни как раз. На обычных работах, на самом деле, это действительно очень большая редкость, когда тебя признают за твои действия. Еще давай вернемся по планеркам. Расскажи, как ты запускаешь каталог? Почему? Потому что у нас есть новые акции по приглашению, новые компании активности, всегда какие-то суперприглажения, подарки, все-все-все. Как ты запускаешь это для своей команды? Каждый каталог в воскресенье, мы это называем нулевой день, мы проводим по системе запуск каталога в формате прямого эфира. В Instagram у нас есть свой обучающий аккаунт, куда мы добавляем людей, которые бизнес строят. Он закрытый? Он закрытый, и мы как раз таки рассказываем про промоушены на ближайший каталог, мы рассказываем про новые программы денежного формата, мы как раз таки устраиваем своего рода парад успеха, мы участвуем новые звания, новые уровни, делаем красивые слайды, то есть вот это признание в максимальном его проявлении, возможном, на дистанционной основе. Когда вы его проводите? Каталог закрывается в субботу вечером, когда у вас запуск следующего? В воскресенье. В воскресенье сразу вы не ждете там, не знаю, чего-то. Не, в следующий день, все, обязательно запуск каталога, мы приводим максимальное количество новичков, чтобы они как раз таки посмотрели масштаб, чтобы они посмотрели, позаряжались немножко, что-то новое, полезное для себя узнали, плюс приходят уже действующие партнеры, чтобы они просто были в курсе каких-то изменений, то есть мы, как директора структуры, внимательно эту информацию собираем в субботу накануне, и в воскресенье выливаем по максимуму. Кто проводит эти планировки? Ты один, или все-таки ты уже дублицируешь эту ответственность для своих ключевых бизнес-партнеров? Проводишь, не знаю, вместе со своим вышестоящим спонсором? Ну, у нас так сложилось, что у меня супруга проводит по большей части, я за это не отвечаю, но если говорить про проведение планиров, конечно, мы стараемся по максимуму ключевым партнерам делегировать возможность проведения. С какого уровня? Ну, лидер проявляется, я думаю, что уже 6-9% можно понять, что человек что-то вообще в этом бизнесе хочет. Планерки он на этом уровне еще не проводит, но можно с ним уже проводить беседы о том, что, слушай, я вот вижу, что в будущем каталоге было бы неплохо, чтобы ты провел со своей командой. Какую-то часть, может быть. Да, потому что он, возможно, включился в рекрутирование, он пригласил людей, тебя пригласили людей, у него собралась, например, 9% группа. И делегировать ему задачу с ними пообщаться, это моя зона ответственности. Абсолютно. Вот. Ну, некоторые вещи мы проводим регулярно, самостоятельно, чтобы уж совсем прямо все не делегировать. Это как раз в запуске каталога, потому что это директорская группа наша на все команды. И это еженедельные общекомандные планерки. Отлично. А с графиком мы об активности закончили, и у меня такой вопрос. Ты как бизнес-партнер, как уже лидер компании Reflame, ты, я уверена, что ты этим активностям следуешь, запланированным вещам и так далее. Да. Как ты следишь, что люди, как ты сказал, у которых есть семьи, у которых есть еще основная работа, у которых есть столько всего вокруг, которые еще не настолько лояльны к компании, как ты следишь, что они тоже следуют определенному графику активности, о котором вы договорились вместе с командой? На самом деле отслеживается это очень просто, потому что те же самые Zoom-конференции видно, кто участник. Я обычно делаю скриншоты. Это максимально приближено к реальности. Я просто зашли люди на планерку, я сделал скрин, я даю информацию, которую хотел, собираю обратную связь, потом просто проверяю по списку, кто не был, индивидуально связываюсь. Если это новички моих партнеров, я делегирую, я говорю, что смотри, я знаю, что сегодня не было вот такого, 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 свяжись, узнай, почему, с чем связано. Потому что либо человек не понимает важности и поэтому не пришел, не изменил свои планы. Ну, можно всегда свой день построить таким образом, чтобы полчаса ты выделил. Тем более, я понимаю, у вас все это запланировано заранее. Здесь нет такого, что, ой, давайте встретимся через 15 минут. А если у тебя есть заранее график, то свою жизнь гораздо проще к нему построить. Да, то есть либо человек важности не понимает, нужно ему ее донести, либо он просто забыл и нужно ему напомнить, потому что новички, для них это, все это новое и бывает сложно влиться в процессе. Человек может просто банально забыть. Человеческий фактор сыграет роль. Либо человек своим отношением показывает, что ему это неинтересно и ты как лидер, для него менеджер, директор, неважно, ты понимаешь, что твой фокус внимания должен быть по большей части сконцентрирован, не на нем. Ты фокусируешься на тех, кто ходит. Конечно. Кому это надо, кому это интересно. Ну и давай так, у нас 80% людей, которые есть в той структуре, они все равно пока не строят бизнес, но зато они так любят нашу продукцию. И такое количество людей в любой директорской структуре, оно очень велико. Расскажи, пожалуйста, как ты работаешь с клиентами, с теми, которые бывают, засыпают, или если ты не отработаешь, они 100% не будут активны и сделают заказ в этом каталоге. Расскажи, как ты работаешь вот с этим сегментом, с огромным количеством людей, которые просто берут продукцию для себя. Немного мы этот вопрос ранее затронули. Рассылка общая по информационному листу происходит не только по базе активных партнеров, людей, которые не делали заказы пару каталогов ближайших, а вообще по всем людям. И точечно, конечно, иногда какие-то заказы мелькают, но еще раз, это не самый эффективный инструмент для коммуникации. Компания постоянно запускает разные промоушены на тему реактивации. Да. Очень крутые акции, сделай заказ-то на 50 баллов, получи подарок на такую же сумму. Ну, то есть, я всегда делаю акцент на том, что ты пойдешь в магазин, ты все равно этого не получишь, там не будет такого в рознице. Но это нужно донести, постараться в телефонном все-таки разговоре. Как вы распределяете эти телефонные звонки между командой? Почему? Ну, давай, в среднем у директорской структуры есть, например, активных 100 человек и спящих еще 150-200. Итого, ну, давай, вот прям в среднем 300 человек у тебя есть, да, которые, там, например, 250 из которых просто берут продукты для себя, любят наш продукт. Как ты можешь быть как лидер уверен, что у тебя каждого этого человека в том или ином временном промежутке коснулись либо ты, либо твоя команда? Как вы это распределяете, чтобы не одному человеку по пять раз звонили люди? Потому что это тоже надоедает, это тоже портит репутацию звонков. Расскажи. Мы создали простенькую собственную CRM-систему как раз-таки для учета звонков простенькая, потому что это не какая-то отдельно взятая система, которую мы там покупали и проплачивали, это обычная онлайн-эксель-таблица. Google-таблица? Google-таблица, да, в онлайн-формате, который каждый может редактировать, у кого к ней есть доступ. Таблица с несколькими графами, такими как как зовут человека, когда ему последний раз звонили, какую продукцию он любит и результат последнего звонка, то есть пообщались или это был, например, недозвон. Когда мы прозваниваем структуру, мы прозваниваем просто либо по бизнес-приложению Reflame по телефону, либо по информационному листу, либо по таблице регистрации в рамках ветки, в которой мы работаем. И прежде чем позвонить, человеку нужно просто зайти в эту таблицу и через графу поиск вбить фамилию. И посмотреть всю информацию. И посмотреть информацию о человеке. Ну, прикольно. Сколько у него детей, где он живет, то есть человек, который приглашал... Когда у него день рождения, не знаю, там, жена, муж. Что-то, где можно точки соприкосновения найти. Касаемо, опять же, любимых продуктов, чтобы можно было какую-то интересную акцию преподнести. И когда бы с ней раззвонили. Я поняла. Смотри, из того, что ты рассказываешь, на самом деле, ты говоришь, что в вашей структуре звонки, они действительно более персонализированные. Потому что ты не просто ой, здравствуйте, у нас есть такая акция. А у тебя есть несколько точек, на которые ты можешь ссылаться и показать, что ваша структура заботится о клиентах, о потребителях. Что вы действительно следите, вы знаете его. И в самом начале ты сказал, что у нас бизнес человеческих отношений, бизнес людей. Вот как раз здесь и эта связь настолько прослеживается в твоей работе. Да. Просто согласен. И люди на такие звонки реагируют более позитивно, чем на те звонки, когда ты просто идешь по какому-то скрипту и у тебя нет вот этой персонализации. Скрипт в неком роде, конечно, все равно присутствует. Ну, понятно, но он же меняется от человека к человеку. Вот эти якорьки не же у всех разные. Якорьки, да. Просто я по скриптам поднимаю больше общий шаблон. На эту тему очень классно. Виктор Афонин проводил, помню, тоже прямой эфир в Инстаграм показывал, как звонил. Мы прямо под запись все это дело фиксировали. Вот. Какой был вопрос? Вопрос, насколько усиливает звонок, это персонализация. я? Когда ты не просто говоришь одинаковый скрипт для всех, но когда ты, например, спрашиваешь, вот вы, знаю, делали заказ в Арифлейм, например, заказывали там туалетную воду, она вам понравилась или нет? И человек понимает, что вы действительно о нем заботитесь, что вам важно его мнение, и что вы ему предложите то, что действительно ему нужно. усиливает на 100%. То есть у меня есть в структуре люди, с кем я лично коммуницирую, которым приятно со мной держать связь, потому что они знают, что я... Я поинтересуюсь, как у них дела. Многим не хватает банального какого-то внимания человеческого в жизни. Если я им позвоню, неважно, что есть Арифлейм, и узнаю, как они будут предрасположены. Если я еще уточню по поводу продукции, как тебе, я знаю, ты делал заказ, скажи, понравилось ли тебе, могу ли что-то порекомендовать там еще дополнительно, что тебе интересно. Конечно, человеку это приятно. Даже если он заказ не сделает, мне нравится такой тезис, что мы в первую очередь отношения выстраиваем. У меня нет при звонке цели продать продукт. Есть цель отношения как раз-таки наладить. А это происходит как раз через уточнение вот этих вот маленьких моментов. Это отлично, что вы фиксируете. И на самом деле каждый человек твоей структуры, каждый партнер, который решил кому-то прозвонить, он может на каждом звонке просто тратить, ну давайте, 5-10 секунд времени посмотреть, и сделать звонок более персонализированным. Да. Супер, вообще. Покажи мне потом после интервью табличку, мне прям очень интересно. Давай перейдем к другому сегменту, это новые партнеры. Ты говоришь очень часто про новичков. И вот я твой новичок. Вот я тебе сказала, Максим, слушай, мне нравится твоя страничка в Инстаграм, что-то хочу. Какие мои дальнейшие шаги, как ты дальше будешь строить со мной коммуникацию? При первом созвоне, который будет обязательно, этого не избежать. Я это объясняю новичкам сразу, что мы с тобой будем общаться, поэтому давай созвонимся, пообщаемся. Мы обсуждаем презентацию бизнеса, он, возможно, посмотрел мой ролик, возможно, он прослушал мою голосовую, заинтересовал идею. При первом же созвоне я рассказываю, ну, у нас есть, собственно, система обучения, поделенная там на шаги, но это не суть важно. Важно, что я с ним сразу устанавливаю договоренность о том, что я буду с ним связываться ежедневно, и о том, что это его обязанность. Чтобы я не удивлялась, да? Да, да, я говорю, моя задача, ну, из тебя директора, взрастить в Reflame. А на что вы зовете новичков? Только на бизнес. Ты мне показываешь все возможности? Или сначала на бизнес, а потом уже знакомитесь с продукцией, с остальными? Только на бизнес всегда, если человеку бизнес не интересен, конечно, мы предложим ему продукт, мы объясним ему, что для тебя это классная возможность экономить деньги, делать умные покупки. Само собой мы эту тему затронем, но приглашаем мы только на бизнес. Максим, расскажи о своей целевой аудитории. Кого ты приглашаешь в свою команду? Как-то ты сегментируешь свою целевую аудиторию? Да, сегментирую. У нас целевая аудитория в среднем это молодежь, я бы так назвал. Давай, молодежь сколько? Там до 55 уже все молодежь. Да, я понял, что надо уточнить. 21-29. Это в основном наши ровесники. Люди с примерным каким-то мироощущением, мировоззрением, ситуацией в жизни. Люди, которые, возможно, заканчивают на университет, думают, кем себя хотят видеть. Или люди, которые уже себя в качестве сотрудников по найму попробовали, им не понравилось. Или люди, которые запустили свой бизнес и понимают, что хотят иметь какой-то дополнительный актив, такие у нас тоже есть. Если вдруг тебя где-то в социальных сетях находит человек, который не входит в твою целевую аудиторию, как ты с этим работаешь? Я работаю так же. Просто я понимаю, что, возможно, мне будет немножко сложнее, нужно будет побольше как раз-таки выявлять его там потребности. Точки вашего соприкосновения. Да, понаходить, потому что мы с ним, может быть, немножко не на одной волне. У него четверо детей, у меня ни одного пока еще. И здесь придется немножко поработать, но никакой проблемы, на самом деле, по большому счету, в этом я не вижу. И как часто вот новички пришли в твою команду, как часто ты с ними коммуницируешь, как близко ты с ними на связи, например, до их первого заказа, как ты их включаешь в рекрутинг и так далее. Расскажи. Ежедневные созвоны. Ежедневно прям? Все упирается в это, конечно. Ну, по договоренности, если человеку некомфортно, конечно, мы передоговоримся, но я объясняю, что моя задача как можно быстрее влить тебя во все рабочие процессы, чтобы в течение ближайших двух-трех недель, мы с вами были на связи постоянно, если это происходит по такому сценарию, тогда человек видит мою заинтересованность в нем. Нет такого, что я жду, когда он со мной свяжется, посмотрел им какой-то ролик. Тебе ему же надо, да, этот бизнес строить? Ну да. Просто у нас договоренности, что там я с тобой ежедневно связываюсь в такое-то время, это занимает 15 минут, мы с тобой быстренько обсуждаем, идем дальше. Ежедневная коммуникация еще раз позволяет ему увидеть мою заинтересованность, позволяет мне выявить, заинтересован для вон, потому что это определенный отсев. Если человек со мной два дня посвязывался, а потом ему стало лень, неинтересно, я понимаю, что он не заслуживает 100% моего внимания, я начинаю с ним коммуницировать, ну, в формате потребительского, говорю, слушай, если тебе сейчас пока что-то неинтересно, ты можешь пользоваться классным продуктом, давай мы с тобой активируем кабинет, какие-то акции и так далее, давай мы с тобой к теме вернемся попозже, возможно. Ты сразу, получается, отсекаешь тех, кто действительно готов уже взять ответственность за свое будущее, за свой бизнес, и те, кто, знаешь, как это, попробовали, ну, что-то пока еще что-то не мешает, ты их ориентируешь на продукт, правильно? По большей части, да, говорят, что мы с тобой можем вернуться к бизнесу, но позже я вижу это сейчас, тебе не до этого, здесь более важные дела, занимайся именно здоровьем. Максим, ты сейчас рассказал нашим зрителям о своей системе коммуникации в команде, какие у вас активности поддерживают коммуникацию, и у меня такой вопрос, какие результаты приносит эта система? Очень хорошие, мне есть с чем сравнить, за три года в Reflame был период достаточно длительный, когда я так активно коммуникацию не вел, и последний год кардинально изменилось мое отношение, соответственно, изменилось отношение у партнеров в организации, и, ну, результаты, они... цифры давай. В товарообороте вычисляются, ну, вот на 15% точно активность поднялась, регулярная, то есть... Круто. Появились люди, которые действительно, они рады банальным звонкам, это обычные клиенты, которые делают по 150 баллов в среднем, и они говорят, спасибо, что ты звонишь, спасибо, что информируешь, такого раньше не было, хотя всегда были рассылки, я был ярым сторонником того, что вот нужно просто побольше поотсылать, но вот кому-то это не очень комфортно. Ну, и логично, сколько ты получаешь писем спама в своем почтовом ящике, я получаю много количества. Я, честно, я их даже не читаю, я делаю так, далет, далет, далет. И, соответственно, когда ты с партнерами общаешься только рассылками и письмами, это супер неэффективный способ коммуникации. Один из самых эффективных. Если только ими. Если только ими, да. Если дополнить, это очень классно. Если ты делаешь 10 одинаковых, не знаю, рассылок и никаких ни звонков, ни личного контакта они никогда работать не будут. Это же в товарообороте видно. Если это не дает результатов, зачем продолжать так делать? Давай-ка про товарооборот. Активность у тебя увеличилась на 15%, и у тебя она всегда выше 70%. В каталоге, не знаю, вдруг там, когда твоей команде нравятся какие-то программы, предложения, у тебя активность достигает уровня 80-85%. Как за этот год, когда ты построил эту систему, увеличился твой доход и товарооборот? Денег, сколько она тебе приносит? Ну, в деньгах изменения, если мы говорим про каталожный период, тысяч на 15 точно. Плюс 15 тысяч в каталог. Потому что расширяется персональная группа, это обычные клиенты, которые делают хорошие заказы, и с них так, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть собирается очень хорошая сумма. Я сейчас пытаюсь посчитать, сколько суммарно годовой доход, если у тебя плюс 15 тысяч в каталог, это за 10 каталогов 150, еще... 7. Да, но я не могу 7 умножить на 15. В общем, в районе 250 тысяч плюс-минус ты за год увеличил свой доход только потому, что построил систему коммуникации. По сути, да. И я думаю, что сейчас самый главный вопрос у людей, какие первые шаги сделать и как это продублицировать для своих команд? С чего начать построение эффективной коммуникации в бизнесе? Посоветуй. Давай три основных, потому что понятно, что ты можешь сейчас все расписать. Давай три основных правила, с чего начать? Изучить пару обучающих материалов на эту тему, если ты никогда не звонил, никогда этим не занимался. Очень классные эфиры есть от компании обучения, их можно найти, я думаю, это туда не составит. Изучил сам, начал делать сам. Своим примером показываешь, нет смысла ждать, что команда как-то сама там наведет движуху, и кто-то там найдется, тот самый, который всех моих прозвонит. Никогда не найдется, если ты сам не такой. И третья, договоренности, договоренности с людьми по выявлению в своей команде ключевых партнеров, которые готовы с тобой этим вопросом заниматься, донести им важность этого процесса, привести им мой пример, допустим, как это работает. И если таких партнеров нет, то продолжать их искать. Если лидер проявляется, делегируйте ему эту ответственность, найти тех, кто готов с тобой это делать. Тоже включать, получается, всех тех, кто готов строить бизнес, к общей коммуникации со структурой. Не пытаться самостоятельно все сделать. Делать самостоятельно, если больше никого нету, но постоянно искать тех, кто поймет важность и тоже с тобой займется. Но если ты строишь бизнес, то у тебя в любом случае при рекрутинге, при приглашении новичков в команду, у тебя появляются люди, которые готовы вместе с тобой идти дальше. Конечно. Ну и смотри, у нас, я уверена, нас смотрит огромное количество людей, которые только начали свой путь в компании Reflame. И твой совет им, чтобы у них этот год роста плюс 15 тысяч в доходе и плюс 15 процентов активности не через три года произошел, а, например, в ближайшие несколько каталогов. Какое твое было бы им пожелание на путствие? Начать сегодня, когда ролик посмотрели, поняли, поняли, что это важно. Ну, сказали же несколько раз вроде, что это важно. Начать делать сегодня, возможно, это будет не очень удачно, возможно, диалоги не будут суперрезультативными, возможно, не будет сразу миллион заказов плюс, но это будет первый шаг. А мне очень нравится выражение, что путь в тысячу миль, он всегда с первого шага начинается, с первого звонка, робкого, неуверенного, непрофессионального пока что. Зарекающимся голосом, стрессующимся. Не отказа. Конечно, потому что все люди, которые свою работу выполняли профессионально, всегда начинали вот с этого. И часть профессионализма директора компании Reflame это вот как раз коммуникация через созвон. Максим, спасибо тебе большое. На самом деле, мне кажется, это был очень эффективный и полезный эфир. Почему? Потому что Максим Судботин, лидер компании Reflame, наш бизнес-партнер, показал важность эффективной коммуникации в структуре, важность работы с каждым сегментом, с новичками, с бизнес-партнерами, с активными и неактивными клиентами. И давайте каждый из вас представит, что было бы, если бы каждый месяц ваш доход увеличился на одну треть. по экспоненте, конечно. Представь, что будет дальше. Мы же говорим не просто про какие-то там 10-15 тысяч рублей, а про то, как твои лидеры будут дуплицировать. Надо смотреть более масштабно. У тебя будут директорские структуры. Можно быть бриллиантовым директором с доходом в 120 тысяч рублей, а можно в полмиллиона. Вопрос, каким бриллиантом ты хочешь быть? Да, и, конечно, Максим, я тебе желаю роста. Я уверена, что все получится. И, видя твои цифры, видя твои показатели по активности, я уверена, что в ближайшие несколько лет тебя ждет не одно и, я надеюсь, что не два новых звания и новых карьерных успехов компании Reflame. Благодарю, спасибо. Спасибо тебе большое за интервью. Всем спасибо.